МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотел бы пожелать, чтобы вот это время, которое вы проведете в этом лагере, вы провели интересного минута. Открытие трудового лагеря «Круто». Чествование сотрудников ГАИ. Как хорошо и замечательно, что в нашем городе проходят такие акции. Акция «Ромашка» на улицах Десногорска. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней. Известно, что животное заболело в Ярцевском районе на частном подворье. Сейчас во всем районе введены ограничения на торговлю мясом, а также на ввоз и вывоз животных и кормов. Инспекторы Россельхознадзора выявили 37 тонн персиков сербского происхождения, которые были заражены восточной плодожоркой. Чтобы не допустить распространения на территории России выявленного карантинного вредного организма, фрукты возвращены экспортеру. Десногорские школьники будут принимать участие во всероссийском конкурсе «Слава Созидателям». Конкурс необычный и очень интересный. Он требует от участников определенных навыков и умений. О том, как наши ребята будут преодолевать эти трудности, мы расскажем в нашем сюжете. Проект «Слава Созидателям» для школьников уникален тем, что дает возможность юным десногорцам узнать историю рождения нашего города непосредственно из уст самих создателей и стать победителями в творческом конкурсе. Для этого им нужно взять видеоинтервью у тех, кто стоял у истоков строительства атомной станции и города. Не у многих ребят есть навыки съемки и монтажа интервью. На помощь им пришли специалисты управления информацией Смоленской АЭС. Для всех желающих они проводят мастер-классы по съемке и монтажу видеоматериала. На занятиях ребятам рассказывают, как выбрать героя интервью, подготовиться к беседе, определить тему рассказа, приготовить вопросы, выбрать удачное место для съемок. На небольших примерах оператор показывает, как правильно строить кадр, выбрать режим освещения и помогает самим опробовать аппаратуру. Многие ребята уже выбрали для своих интервью героев. Чаще всего это оказались родные бабушки и дедушки. Вот какие вопросы они подготовили для них. Она приехала в город, когда еще стояли вагончики, негде было жить. Но стояли вагончики, у них жили. Я спрошу, как они обходились без всяких магазинов, таких как у нас сейчас супермаркетов, как они сейчас обходились без специализированных магазинов. А жили вот в таких вот вагончиках. Я хотела бы спросить первое впечатление, когда он приехал в город. Такая подготовка поможет десногорским школьникам быть достойными конкурентами в борьбе за призовые места во всероссийском конкурсе «Слова Созидателям». В Смоленской области, как и по всей стране, стартовала всероссийская сельскохозяйственная перепись. Переписчики ведут подсчеты скота и птицы, площадь земель, сельхозназначение, работающие техники и количество реализуемой продукции. Итоги опроса дадут объективную информацию о состоянии, проблемах и перспективах развития аграрной сферы. Напомним, что сельскохозяйственная перепись проходит раз в 10 лет. Ежегодно в первой школе города десногорским подросткам предоставляется возможность не только отдохнуть, но и заработать. Подробности в нашем следующем сюжете. Торжественное открытие лагеря «Круто» состоялось 7 июля в актовом зале школы. Поздравить подростков с началом смены пришли представители администрации города, Комитета по образованию и Смоленской АЭС. Каждый год в лагере возможность заработать и отдохнуть предоставляется 125 десногорским мальчишкам и девчонкам в возрасте от 14 до 18 лет. Принцип нашей работы, наверное, отличается чуть-чуть от других лагерей тем, что это старшеклассники, это дети-подростки. У нас собираются дети и с группой риска, дети, которые находятся в очень трудной ситуации. И каждому из них стараемся найти свой подход. В свободное от работы время для ребят организуются различные познавательные и развлекательные мероприятия. Мы сотрудничаем с различными учреждениями и организациями города для того, чтобы досуг детей был более интересным и разнообразным. А работать ребята будут на улицах города и объектах Смоленской АЭС. Смоленским мамам, собирающимся получить единовременную выплату из материнского капитала, теперь не нужно приходить в пенсионный фонд. Заявление на выплату 25 тысяч рублей можно подать прямо из дома, на сайте ведомства. Заявление надо подать не позднее 30 ноября текущего года. В нём необходимо указать серию и номер сертификата плюс банковский счёт матери. 3 июля госавтоинспекции исполнилось 80 лет. В Десногорском отделе полиции также прошло торжественное собрание, посвящённое юбилею службы. Чествование ветеранов и действующих сотрудников ГИБДД прошло только сегодня из-за проводимых в городе учений. Но это ничуть не испортило праздник. Особые слова поздравлений прозвучали в адрес ветеранов службы первых инспекторов ДПС Ивана Старовойтова и Николая Головкина. Чуть позже пришли на службу Пётр Козырев, Виталий Кошур, Николай Решетов, Сергей Кузьмичёв, Сергей Паевский. Все они награждены юбилейными медалями. Хороших успехов в службе добились инспекторы ДПС Андрей Ваулин, Сергей Крылов, Олег Воробьёв, Денис Добренков, Галина Ныркова, Иван Ивкин. А возглавляет службу капитан полиции Алексей Заводченков. За образцовое выполнение служебного долга и достигнутые высокие результаты им объявлена благодарность и вручены юбилейные медали в честь 80-летия автомобильной инспекции. Ветеран Великой Отечественной войны Филипп Денисович Громов из Рославля отметил 100-летний юбилей. Юбиляра и его семью поздравили районные власти, а также представители Рославского совета ветеранов. Они вручили Филиппу Денисовичу памятный адрес, цветы и подарки. Банк России продолжает отбор символов, которые будут увековечены на новых купюрах. Свой выбор на сайте твояроссия.рф сделали более 370 тысяч человек. Смоленский памятник с Орлами также может украсить новые билеты Банка России. Итоги станут известны после 7 октября. Воспитанники летнего лагеря из первой школы в День семьи, любви и верности провели на улицах города акцию «Ромашка». Эту акцию ребята, посещающие трудовой лагерь, проводят каждый год. Мероприятие это проводится в основном для того, чтобы детям нашим привить как раз самые лучшие традиции, чтобы они впоследствии выросли и стали хорошими людьми, ценящими свою семью, близких. Вот и в этот раз подростки прошлись по улицам города, рассказывая горожанам историю Петра и Февронии, напомнили о традициях и символах этого праздника. Мы сегодня проводим акцию «Ромашка» для того, чтобы людям напомнить о любви, верности и семье, так как ромашка – это символ верности. Маленький букетик ромашек получил каждый, кого встретил на улице этот удивительный десант. А детишки с удовольствием подставляли свои ладошки для того, чтобы подростки нарисовали на них цветочек. Как хорошо и замечательно, что в нашем городе проходят такие акции. Люди напоминают, что такое семья, что такое верность. Да, дети знают об этом. Здорово. Очень. Ребенку, я думаю, понравилось. Тебе понравилось? Да, понравилось. И спасибо за цветочки. Хорошо, что такие замечательные традиции существуют в нашем городе. На литейном предприятии в Катане под Смоленском изготовили памятник святым благоверным Петру и Февронии. Сегодня его в торжественной обстановке открыли в Хабаровске. Бронзовые фигуры высотой 2,7 метра разместились в сквере рядом с Иннокентиевским храмом. Все детские сады нашего города в день семьи, любви и верности посетили памятник преподобных святых Петра и Февронии, покровителей брака и семейных уз. Дети читали стихи, раздавали памятки и возлагали цветы к памятнику. И в заключение о спорте. Смоленская спортсменка Елена Горлова вошла в паралимпийскую сборную страны. Она стала лучшей в метании диска на чемпионате России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас в мировом рейтинге Елена занимает третье место. В Смоленске прошла Всероссийская летняя универсиада. Физокадемия стала площадкой для проведения соревнований по фехтованию и лёгкой атлетике. Центр региона принимал команды из 33 субъектов России. Напомним, что на зимней универсиаде смоляне заняли второе место, уступив лишь представителям Красноярского края. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Сердечно поздравляю всех с праздником. День семьи, любви и верности. День основ нашей жизни. День самых светлых и искренних чувств. Берегите свои семьи, любите друг друга и верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова